Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирюха Зверио, и мы сегодня будем смотреть очень полезную вещь для любого техногика. Это беспроводной жесткий диск. Но что он имеет? Мы, конечно, можем его подключать напрямую к компьютеру, к ноутбуку, закидывать сюда информацию. Но фишка в этом жестком диске такова. Он умеет создавать свою собственную Wi-Fi-сеть. Мы можем подключать сюда одновременно до трех устройств. То есть, представьте, вы поставили дома жесткий диск, на нем у вас хранится, к примеру, ваши все любимые фильмы и сериалы. И вы любите смотреть с разных устройств. С компьютера, с планшета, с телефона, с телевизора, да неважно откуда. Вы заходите через Wi-Fi-сеть на этот жесткий диск, и при помощи программы Seagate Media, и можете воспроизводить оттуда потоковое видео. Опа! Одновременно на трех устройствах. Удобно? Удобно. Погнали! Сегодня можно уже прикоснуться к новым технологиям Seagate на 500 гигабайт, жесткий диск под названием модель Wireless. Вообще, сама компания Seagate Technology, это американская компания, кстати, с 1979 года, что я нашел в Википедии. И это один из крупнейших производителей решений для хранения данных. Давайте посмотрим на коробку. Здесь сразу можем заметить, что бывает как раз, видите, черно-синий, черно-красный, зеленый, белый и полностью черный цвет. Вот мне достался сегодня такой черно-красный. Снизу черный, сверху красный. Подключается куда угодно и работает со всем чем угодно. Это Android, Mac, Windows, при том iOS, сервис Року, Chromecast, создает Wi-Fi-сеть BGM, работают все протоколы и подключается по USB 2.0, если вы собрались все это дело подключать по USB к компьютеру. Сзади опять же небольшая информация, какие форматы поддерживают, с какими системами работают. Но давайте откроем и посмотрим, что идет внутри. Я данным жестким диском пользуюсь уже на протяжении 4 дней. Закинул сюда сериал Lost, Друзья, плюс несколько картинок, плюс несколько музыкальных файлов. И с любого устройства могу иметь сюда доступ. Удобно? Вообще суперски. Итак, давайте посмотрим на сам жесткий диск. В комплект дается жесткий диск и кабель USB к нему. Посмотрим на внешность жесткого диска. Он квадратной формы, впереди красный пластик, сзади черный пластик. Никак не разбирается. Один разъем microUSB. Есть дырочка клавиши Reset, клавиши включения и три индикатора. Это работа Wi-Fi сети, работа USB и работа батарейки. Забыл упомянуть, наверное, самую главную фишку этого жесткого диска, что он автономный. Здесь встроенный аккумулятор и мы можем раздавать Wi-Fi сеть до 6 часов. Смотрите, нажимаем на клавишу включения, загорается батарейка. И сейчас жесткий диск сам запустит Wi-Fi сеть и по всему дому я смогу с любого устройства сюда подключиться. Вообще суперски. До 6 часов работает. Ну, представьте ситуацию. Вы, к примеру, с друзьями полетели в Таиланд. Путь долгий, 9 часов в самолете. Окей, сели, нажали, запустили. Wi-Fi сеть раздалась. И у вас здесь закачаны, к примеру, все сезоны гордых хищниц. Круто. И с трех устройств одновременно вы можете смотреть до одной серии. Можете разные серии смотреть. То есть иметь полностью доступ к данным, которые записаны на этом жестком диске. Конечно, с него можно скачивать информацию и также на него закидывать информацию тоже дистанционно. Забыл показать кабель. Вот он здесь, microUSB. Здесь USB. Это USB 2.0. Ну, что показывать, как он подключается к компьютеру, и так всем понятно. Здесь же фишка в другом. Раздача Wi-Fi сети. Смотрите, положили сюда. Заходим в настройки, заходим в Wi-Fi. Конечно, перед этим жесткий диск нужно настроить через программу в первый раз. В первый раз, когда вы его включаете, появляется сеть Seagate Wireless. Она будет без пароля. Соответственно, потом, чтобы никто лично не подключился, вы должны вот зайти сюда и нажать Seagate Wireless. И зайти в программу, установить пароль. Пароль у меня установлен. Давайте его введем. Я специально еще поменял пароль, чтобы заново показать, вот как подключиться. К примеру, вы даете другу пароль. Он вводит для сети Seagate Wireless и подключается к жесткому диску. Помимо этого, жесткий диск, находясь, ну, к примеру, в домашних условиях. И если у меня дома есть еще одна Wi-Fi сеть, к примеру, моя домашняя, вот она называется Apple Air. Жесткий диск через нее подключен в интернет. Если я, сейчас видите, подключен Seagate Wireless, я все равно могу сидеть в интернете через жесткий диск, через мою Wi-Fi сеть. Понимаете, да? Ну, а для чего это сделано? Если я дома, смотрю сериал, хочу выйти в интернет, мне нужно отключиться от этой Wi-Fi сети, подключиться опять к своей и выйти в интернет. А если я этого не хочу? Вот для этого это сделано. В программе мы настраиваем подключение к нашей домашней сети, и он через этот жесткий диск подключает наш телефон в интернет. Удобно и весело. Так, заходим в приложение Seagate Media. Оно бесплатно качается из App Store, Apple Store, также из Play Market, Windows Market и тому подобное. Так, теперь у нас сейчас найдется, смотрите, устройство. И все получилось. Подключение к жесткому диску и подключение к интернету. Итак, все подключено замечательно к интернету. Видите, Seagate Wireless с доступом к интернету через Apple Air 2.4 Гигагерца. Круто. Итак, нажимаем видео, мне X76. Можно смотреть вот таким образом, типа как эскизы. А, нет, это список. Можно смотреть эскизами, можно смотреть списком, можно сортировки сделать. Давайте зайдем в альбомы. Здесь у меня будут папки. Папка, друзья, первый сезон, второй и Lost. Ну, давайте, к примеру, зайдем в друзья, первый сезон. Это 720p. HDTV. И выбираем, к примеру, вот пятую серию первого сезона. Открываем через, ну, да, вот установлен Good Player. Давайте перевернем. Вот. Потоковая передача жесткого диска. Супер, давайте перемотаем, к примеру, на середину. Так, сделаем потише. И одновременно запустим это на iPad. Хороший вызов, да? Как раз проверим три устройства. Звук я здесь выключил. Так, заходим в Seagate Media. И выбираем все то же самое. Здесь у нас, ну, просмотр, давайте вот списком. Можно, кстати, иметь полный доступ через стороннюю программу. Вот, к примеру, Good Player. Я могу зайти в подсоединенный жесткий диск и отсюда посмотреть. Ну, давайте вот запустим, так, Lost. Лучше звонить соло. К примеру, девятая серия первого сезона. Так, можно загрузить, можно проиграть этот URL. Ну, как бы в потоковой передаче. Да, иногда так и бывает. Это МКВ файл, но такие вот ошибки. Но он все равно будет играться. Сейчас она перерастается. Потому что файл довольно-таки большой. Там порядка трех гигабайт, наверное. Но это уже проблема самой программы Good Player. А так, смотрите, вот потоковые видео друзья идут. И лучше звонить соло у нас идет на iPad. Ну, и так вот, в принципе, одновременно можно смотреть фильмы с одного жесткого диска до трех устройств. Давайте сейчас попробуем все это дело запустить на компьютере. Итак, два устройства у нас были заняты. Сейчас у нас также жесткий диск находится в автономном режиме. Напомню, до шести часов. Мы подключаем наш компьютер тоже по Wi-Fi к данной сети. И находим Seagate Wireless. Подключаем компьютер на Windows, на Mac OS, неважно. Заходим в 172.25.01. И здесь мы получаем веб-доступ к нашему жесткому диску еще раз. Вот он интерфейс, с помощью которого мы можем также смотреть здесь фильмы, смотреть фотки, перекачивать сюда разного рода информацию. Можно загрузить любой файл, нажимаем сюда, нажимаем обзор, выделяем файл и закачиваем его на жесткий диск по Wi-Fi. Пожалуйста, здесь это можно сделать. Есть клавиша обновления, можно как бы рефрешнуть и посмотреть, что появилось нового. Есть заряд батареи, 66% осталось. Напомню, до шести часов держат. Есть просмотр подключения к сети. Можно посмотреть, сколько пользователей сейчас подключено к жесткому диску. Ну, соответственно, можно его сделать беспарольный и, не знаю, в школе раздавать всем вообще доступ к своим файлам, если это нужно. В настройках есть основное. Можно поменять имя, конечно, настроить язык. Русский язык есть. Подключение к сети. Можно поменять пароль. То есть от сети, которая создает жесткий диск, в системе можно выключить, перезапустить и восстановить заводские настройки. Ну и о программе мы здесь можем посмотреть имя, версии микопрограммы и емкость. Сейчас у меня доступно 383 гигабайта. Ну, там, извините, нормально так в HD у меня закачано. Далее вся та же самая удобная сортировка по дате добавления, пиктограммы, спискам и так далее. Плюс, конечно, мы получаем в Finder возможность тоже залезть сюда, в публичную папку. Соответственно, мы сейчас подключены к сети и посмотреть отсюда все те же самые программы. Это если мы будем действовать через сам компьютер. Ну, и такой вот беспроводный доступ, к меру, к любой музыке. Вот давайте проиграем песенку Сектра Газа. Три месяца назад я написал эту песню, но с... Похоже на Ванамаса, я вам скажу. Ну вот. Еще вам покажу мобильную версию. Здесь как раз вот можно сделать все то же самое. Подключено, обновить, то есть рефрешнуть базу данных на жестком диске. Посмотреть, что там нового. Сколько пользователей подключено, уровень заряда. Полностью вся настройка доступа к жесткому диску, то есть поменять пароль. Также получить всю информацию о программе. Закрыть. Войти в папку музыка, фотографии. Ну, например, музыка. Зайти в альбомы. Например, вот AlphaDog. Tech9. Песня. И проиграть их отсюда. Давайте нажмем. Ну, через стройный плеер. Играет. Можно через AirPlay еще вывести. Вообще круто. Можно также посмотреть папки на Seagate Wireless. И отсюда все это дело к себе закачать. К примеру, действия. Загрузите, переименовать, ударить, копировать, переименовать ресурс. Ну, к примеру, можно загрузить на устройство. И у вас сохранится на iPhone. Ну, и также можно сохранять со своего устройства любые фотки. Ну, к примеру, я сейчас вот в папке Instagram нажимаю на фотку, нажимаю действия и передать. После этого у меня сохранится фотка на жестком диске. И другой человек может через этот жесткий диск ее скачать. Ну, а если же мы захотели использовать его как настоящий жесткий диск, мы выключаем питание. Ждем где-то порядка 30 секунд, пока диск полностью выключится. И подключаем его по USB. Немного фишек, которые я вам скажу про жесткий диск. Умеет работать одновременно только в одном режиме. Это либо по проводу USB, либо по Wi-Fi. Не будет такого, что он у вас подключен к компьютеру. Вы его видите тут по USB, и он еще раздает Wi-Fi. Нет, такого нельзя делать. Можно подключать его к зарядке. Если у вас этот кабель будет подключен не к компьютеру, а к сети. Включаете сюда и раздаете Wi-Fi. Соответственно, у вас он постоянно заряжается и раздает Wi-Fi. А это удобно. Ты его подсоединил дома, он у тебя постоянно питается, раздает сеть Wi-Fi. Плюс через него еще осуществляется выход в интернет. И, в принципе, ты можешь из туалета смотреть на планшете. Можешь из парня смотреть на телевизоре. Можешь на кухне смотреть с айфона. И все через этот жесткий диск. Ладно, окей, подключаем. Хотя не знаю, что здесь смотреть. Вот пошла зарядка. Используется и сейчас у нас жесткий диск. Где-то пройдется здесь вот. Wireless HD, я его назвал. Жесткий диск сейчас в режиме Wi-Fi. И мы можем подключить к нему наш телевизор. Надеюсь, что в скором будущем появится все-таки приложение. Оно должно выглядеть вот так вот. Но почему-то пока в Samsung Apps я не нашел его. И поэтому через сеть Wi-Fi просмотр с этого диска сейчас невозможен. Зато можно подключить в разъем USB на телевизоре. И смотреть отсюда сериалы. 500 гигабайт, пожалуйста, закидывайте фильмы в HD, Ultra HD, сколько хотите. И смотрите все это на телеке. Так, ну выбираем, к примеру, видео. Заходим. Открывается вся моя папка. Выбираем. Ну вот я тут закачал сезон друзей. Первый. Давайте запустим и посмотрим. Пожалуйста, друзья в HD играют с внешнего жесткого диска. Ну а дальше уже как бы все понятно. Перекачивать туда фильмы можете взять с собой в путешествия. К примеру, здесь у вас два компьютера. Вам не нужно тащить два жестких диска. Каждый там. Вот я для себя, у меня супруга для себя. Мы берем один и подключаем по Wi-Fi сюда два ноута. Имеем общий доступ к любым файлам. Короче, это удобно, я вам скажу. Это удобно использовать дома. Вот как я вам показал. С айфона, с айпада, с любого планшета, с андроид, с финтус устройства. С телека. Я думаю, что в скором будущем появится приложение. Потому что, ну, даже на сайте Самсунга это есть. Но по поиску он не ищется в Samsung Apps. До чего только техника дошла. Уже жесткие диски умеют раздавать Wi-Fi сеть. Хотя что я говорю. У меня вот фотоаппарат умеет раздавать Wi-Fi сеть. Ладно. Было полезно. Ставьте пальчик наверх. Подписывайтесь на новые ролики. И с вами был Илюха Зверео. Ну все. Давайте до новых обзоров и влогов. Пока. Ребят, всем привет. С вами Илюха Зверео. И сегодня мы будем менять в PlayStation 4 обычный жесткий диск на 500 гигабайт. На гибридный жесткий диск от Seagate на 1 терабайт. Здесь 8 гигабайт NAND памяти. Это твердотельный накопитель. И 1 терабайт жесткого диска. Seagate. Погнали.